Как думаете, почему советские дети в фильмах и мультиках обожают варенье? Наверное, вы все видели, что дети в советских книжках, мультиках и фильмах просто обожают варенье. И вообще им нередко прилетало, если они это самое варенье съедят. Это странно еще и потому, что в советских семьях варенье готовилось буквально в промышленных масштабах. Напомню из классики. Мама пришла. Кто варенье съел? Я говорю Ира. Мама посмотрела, а у нее все губы в варенье. Сегодня утром ей от мамы досталось, а мне мама еще варенье дала. Николай Носов, фантазеры. В советском мультике про Карлсона его любимым блюдом было варенье. Хотя в оригинале книги прямо указано, что больше всего он любит фрикадельки и торт со взбитыми сливками. А варенье в книге вообще ни слова. В сказке Королевство кривых зеркал девочка залезла лопать варенье прямо ложкой в банку и разбила ее. Ну и наконец, мальчиш-плохиш продал родину не за латтый чизкейк, а за банку варенья и корзину печенья. Ну и как не вставить сюда Тосю Кислицыну из культового фильма «Девчата»? Мне вся эта история не давала покоя в детстве. Варенья всегда было полно, и ели его не так уже и часто. Мне кажется, если бы я тогда съел целую банку варенья, меня бы еще и похвалили. Я спросил бабушку, в чем дело, и она рассказала. Дело в том, что так было не всегда. Все эти писатели, мультипликаторы и режиссеры – дети войны. До 60-х годов дети видели сладости только в городах. До деревней конфеты и шоколадки не доезжали. Да и в деревнях, селах детей шоколадом не баловали. В выходные дни можно было выпросить пару копеек на петушка из сахара. Бабушка рассказывала, что помнит, как ее отец взял на день рождения в город и там купил ей шоколадку. То есть это было событие для маленького ребенка. Конфеты в коробках доставали к большому празднику. Так просто их было не купить. Да и стоили они космос. Единственной послевоенной сладостью было варенье. Вот только где его достать? Огородов не было. Дач тоже. Плодовые культуры в послевоенное время вообще не были в приоритете. Чаще сажали зерно, картофель и другие существенные культуры. Варенье покупали у тех, кто жил в деревнях и стоило оно дорого. В основном покупали малиновое, чтобы лечиться зимой. Лопать его было строжайше запрещено, только когда заболеешь. Бабушка говорит, что не сосчитать сколько раз они с братьями симулировали больное горло, лишь бы получить варенье. Примерно с 1949 года людям начали массово выдавать земельные участки под дачи и огороды. Люди начали сажать в том числе и ягоды. И гнать из них варенье буквально в промышленных масштабах. Бабушка говорит, что до сих пор помнит ту первую зиму, когда вареньем был забит целый погреб. Можно было есть хоть каждый день и без ограничений. В 60-е годы конфеты шоколада разных сортов было уже много и варенье ушло на второй план. Но как говорится, если у вас не было в детстве велосипеда, а сейчас есть Порш, то в детстве у вас все равно не было велосипеда. Наверное поэтому в мультиках-сказках варенье выступает в качестве заветной сладости. Субтитры создавал DimaTorzok